Здравствуйте! Я приветствую вас на пленарной лекции Международной Адлеровской летней школы и кассы 2020 года. Я рада быть со всеми с вами, и хотя это очень необычные кассы, и я знаю, что я не могу видеть и слышать вас всех, но я знаю, что вы можете видеть и слышать меня, и я очень рада этому. Я уверена, что вам понравятся все лекции в этом очень особенном виртуальном и кассе. Я знаю, что вы многому научитесь, что я знаю, что все вы получите удовольствие от новых знаний и от новых впечатлений. У вас будет много планов, будет много идей, и будет много впечатлений во время этой международной летней школы. Мы знаем, что адлерянская психология применима, практически применима во все времена, для всех возрастов, для всех условий их жизни, и особенно сейчас. Тема сегодняшней пленарной лекции – социальный интерес, чувство принадлежности, социальное равенство – адлерянские концепции, хорошо применимы во время пандемии. Адлерянские концепции и методы могут применяться в любой период жизни. И моя позиция в этой презентации заключается в том, что когда мы находимся в кризисе или сталкиваемся с чрезмерными проблемами, эти концепции и методы особенно полезны. Я постараюсь объяснить, почему. Причина заключается в том, что адлерянские концепции и методы придают нам стойкость и мужество. Именно это нам нужно, чтобы лучше справляться с проблемами, с которыми мы сталкиваемся в ежедневной жизни. Большинство из нас привыкли к определенному образу жизни. И когда происходят новые изменения, и они требуют новых способов борьбы с ними, эти старые способы могут быть не очень эффективны. Нынешний кризис негативно отразился на нас всех и осложнил нам жизнь. Сегодня люди во всем мире сталкиваются с биологической и эпидемиологической проблемой пандемии. Оказалось на самом деле, что биологическая проблема имеет самые серьезные последствия в серьезных социальных проявлениях и последствиях. Изоляция, неспособность видеть друг друга является для нас всех огромным социальным стрессом. Психологи с всего мира начинают это понимать. идеи Адлера о том, что люди являются социальными существами, и что мы нуждаемся друг в друге, чтобы быть сильными эмоционально и ментально, это то, что психологи начинают понимать сейчас так, как они никогда не понимали раньше. Для адлерианцев это очевидное понимание, потому что мы давно знаем, что люди являются в основном социальными существами. И мы таковы из-за эволюции, что Адлер пронаблюдал и обсудил раньше, чем это поняли другие. С эволюционной точки зрения люди выживали в течение тысячелетий именно благодаря тому, что люди являются социальными существами, которые выживают благодаря групповой силе. Природа группы и факт того, что в группе люди не только выживают, но и процветают, имеют важное значение для выживания и подчеркивают групповое выживание как биологическую необходимость, которая усиливает как групповые, так и индивидуальные сильные стороны личности и одновременно усиливается этими сильными сторонами. Таким образом, факт, что мы социальные существа, является частью нашей биологии, нашей физиологии. Жизнь в группах, члены которой ухаживают и заботятся друг о друге, позволяли людям выживать многие физические травмы и испытания, а также социальные, общественные испытания. Человечество, не отдельный конкретный человек, но все мы, было способно адаптироваться ко всем видам климата и физическим требованиям, чтобы выжить во всех видах местности, во всех климатах, потому что близкие группы людей помогали поддерживать друг друга. Люди сотрудничали в своих навыках и талантах, чтобы обеспечить достаточное питание и кровь для людей в близких интимных группах, и они предоставили друг другу достаточную когнитивную стимуляцию, чтобы позволить людям оптимально функционировать. Человеческий род во все времена обладал определенными характеристиками, такими как воспитание своих детей, их защита и объединение, и объединение усилий, необходимых для взаимной заботы и защиты. Группа также работала для защиты целостности группы. Эти действия требуют тесного человеческого контакта. Мы выжили как человеческий вид, как человечество, живя в группах, сближаясь, сотрудничая в работе и талантах. Можно видеть, что пандемия, которая требует, чтобы люди оставались на расстоянии друг от друга с целью биологической безопасности, также требует от людей делать то, что по своей природе противоречит их естественному, эволюционному, социальному выживанию и другим эволюционным процессам, требующим, чтобы люди были не поросли, а вместе. Адлер признал бы социальный стресс и эмоциональный стресс частью человеческого опыта пандемии. Адлер признал и написал об этой эволюционной социальной закономерности как биологической необходимости того, чтобы люди не только выживали, но и просветали. когда он наблюдал за группами людей в состоянии вместе, сплоченности, а не только тогда, когда они велели оставаться на расстоянии друг от друга. Он заметил, что эволюционно люди процветали только тогда, когда они были сплочены, только тогда, когда они были вместе, в группе. В то время как люди живут в сплоченных группах, чтобы заботиться друг о друге, пандемия, которая требует, чтобы люди жили отдельно, были отдельно, идет вразрез с внутренними потребностями. Адлер признал внутреннюю потребность людей чувствовать принадлежность к человеческой группе и способствовать благополучию человеческой группы, но он не рассматривал это с точки зрения пандемии. Он наблюдал в естественной жизни, что люди должны быть связаны друг с другом, и поддерживать друг друга, чтобы процветать и творить сверхвозможности одного отдельного человека. Человеческая группа более могущественна, чем любой другой человек, чем отдельный человек. Его наблюдения о связях и сотрудничестве были сделаны с точки зрения того, как люди жили в маленьких интимных группах, а также в больших группах, основанных на общих целях и общих ценностях. Что делает пандемию настолько стрессовой для людей во всем мире? Так это то, что обычные интимные узы, которые требуются людям для эмоционального благополучия, разрушаются посредством социального дистанцирования, ограничивающего физическое прикосновение, физическую близость. Физическая связанность является частью всего этого. Даже маленькие млекопитающие в молодом возрасте должны иметь физический контакт с другими в рамках своего развития. Мы видим это в наблюдении, например, за слонами и обезьянами. Обе группы являются социальными животными. Прикосновение и физическая близость являются основными для процесса связывания, скрепления существ друг с другом. Запрещение детям играть со своими сверстниками в тесном физическом контакте, что мы видим в условиях пандемии, противоречит нормальному развитию молодых людей во всем мире. Социальное дистанцирование противоречит тому, как эволюционировали люди. Наложенные пандемией правила чужды нашим человеческим потребностям. Как принципы Эдлора могут помочь нам преодолеть эти дефициты человеческих связей, вызванных социальным дистанцированием? Позвольте мне начать с идеи, что чувство принадлежности является частью того, кто мы есть, независимо от нашего возраста. Наше чувство принадлежности может быть достигнуто даже с детьми путем признания того, что мы принадлежим к человеческому сообществу, и мы можем преодолеть чувство изоляции различными способами с помощью речи и визуализации, не требующих прикосновений или физического контакта. Таким образом, адлерианцы могут быть креативными в поиске альтернатив. Второе. Наш социальный интерес может быть достигнут разными способами, поскольку разными способами мы можем способствовать благополучию других. Мы должны помнить, что информационные технологии, которые позволяют нам иметь виртуальные кассы, были созданы в результате сотрудничества многих людей, а не одним человеком. Технология возникла благодаря человеческому сотрудничеству, и теперь это инструмент, который можно быть использован благодаря большему сотрудничеству людей, работающих вместе и помогающих друг другу. Кроме того, сотрудничество доступно для нас, даже если у нас нет физического контакта. Мы можем способствовать благополучию других людей способами, о которых мы, возможно, раньше и не думали. И, наконец, третье. Концепция социального равенства играет решающую роль в психологии адлера. Смысл этого заключается в том, что каждый из нас является равноправным членом общества с точки зрения наших ценностей как человека. Мы можем верить в наши собственные ценности и равенство этих ценностей, когда адаптируем идеи адлера. Наше чувство социального равенства может быть удовлетворено тем, что мы делимся тем, что у нас есть с другими, у кого чего-то нет, чего-то не хватает, наблюдая за тем, что нужно другим людям и тем, что у нас есть в избытке, что мы можем дать, чем мы можем поделиться. Социальное общественное равенство означает, что вы и я равны. И когда мы страдаем вместе, давайте выясним способы, которыми мы можем помочь друг другу и минимизировать страдания для каждого из нас. Это соответствует идеям адлера. В целом, когда люди страдают и сталкиваются с препятствиями, опора на адлеровские принципы и практики облегчает чувство изоляции, разочарования, эмоциональной боли. Некоторые из нас, возможно, знают, что за последние несколько месяцев я стала вдовой. И это крайняя изоляция, когда вы теряете супруга. Некоторые из вас помнят Билла Линдона и помнят, что он был очень-очень сердечным человеком. Потери партнёра, потери супруга – это своего рода изоляция, которую большинство из нас постарается избежать любой ценой. Концепция социального равенства будут поддерживать нас, потому что мы знаем, что другим людям больно, и мы можем лучше понимать их. Совсем недавно умер один из моих коллег, который был очень хорошим психологом. Я собираюсь написать его вдове и сказать ей, что я знаю, каково это – потерять партнёра, чтобы она знала, что она не одна. И многие из нас делают то же самое. Мы делимся друг с другом как способом помочь этим людям почувствовать, что они не одиноки. Мы стараемся внести свой вклад и помочь другим почувствовать их мужество и силу не только во время пандемии, когда мы действительно знаем, что мы нуждаемся в других, но и в другое время. И мы можем внести свой вклад в их чувство эмоционального здоровья. Чувство того, что человек ценится как равный в человеческом обществе, стремится внести свой вклад, помогает нам почувствовать мужество и силу, чтобы справляться с трудностями в целом, а не только в условиях пандемии. Люди задают вопрос, почему социальный интерес помогает нам справляться с препятствиями и проблемами. Социальный интерес – наша лучшая помощь в преодолении разочарования, потере чувства храбрости в жизни. Одна из самых худших вещей, которые мы можем сделать в воспитании детей – это жалеть ребёнка, потому что при этом мы учим ребёнка жалеть себя. Когда нам жалко себя, мы не мобилизуем ресурсы внутри себя. Вместо этого мы ищем силы и полагаемся на них сами. Чтобы хорошо справляться с ситуацией, нам нужно полагаться на свои внутренние силы, а жалость к себе, как правило, лишает нас такой зависимости от внутренней силы. Жалея себя, мы не полагаемся на себя и свои сильные стороны, а это именно то, что мы должны делать. Чтобы хорошо справляться с ситуацией, нам нужно полагаться на свои внутренние силы. И жалость к себе стремится лишить нас такой уверенности в своей внутренней силе. Когда у нас есть социальный интерес, мы заботимся о других, а не о себе. Дрейкрус часто говорил, что мы должны проявлять сочувствие и эмпатию к другим людям, попавшим в виду, но не жалеть другого человека, не жалеть этих людей так, чтобы они могли жалеть себя. Нам нужно, чтобы другой человек поверил в свои силы, а не жалел себя. Социальный интерес обращает нас в огне по отношению к другим, в желании помочь другим, а не страдать от нашей собственной боли. Наша собственная боль не улучшится, не уменьшится, когда мы будем жалеть себя. Социальный интерес помогает нам не чувствовать жалости к себе, потому что, когда мы хотим помочь другим, мы не сосредотачиваемся на себе. Каждый из нас может вспомнить случай, когда, заботясь о благополучии другого человека, мы сосредоточились на том, чтобы использовать свои силы, чтобы помочь этому человеку. Мы мобилизовали свои силы для помощи другому, и в этом мы становимся сильнее и сами. Желание внести свой вклад в благосостояние группы и забота о потребностях в ситуации, фокус на том, чего требует текущая ситуация, позволяет нам отвлечь наше внимание от собственной боли, сосредоточиться на факторах вне нас самих, быть обеспокоенным не о себе, а о других. Мы фокусируем внимание на потребностях ситуации. Большинство из нас, когда нам больно, не заботиться о необходимости ситуации, о потребности ситуации. Мы обеспокоены только нашей собственной болью и нашим дискомфортом. Главное внимание на то, что требует ситуация, мобилизует наши сильные стороны. Чем мы сильнее, тем больше мы можем внести свой вклад в эмоциональное здоровье других. Большинство из нас не думают об этом. Социальный интерес – это способ быть сильнее и иметь больше смелости, больше отваги. Эта позиция фокуса и вкладов внешне придает нам смелость. Смелость справляться, смелость действовать, смелость помогать и смелость не избегать жизненных ситуаций, требующих наших действий. Взгляд внутрь и забота о наших собственных ранах не улучшают наши сильные стороны и не дают нам глубинного самопонимания, понимания других и понимания жизни. Социальный интерес помогает нам двигаться вперед, позволяет нам предпринимать позитивные действия. Избегание трудностей жизни с гневом или обидой ослабляет нашу способность справляться с ситуацией. Социальный интерес – наша лучшая защита с точки зрения предоставления нам сил для решения проблем и трудностей жизни. Альтернатива этому – жалость к себе только отнимает у нас силы в то время, когда нам нужна эта сила, чтобы функционировать лучше всего. Это основные адверианские принципы, которые мы должны помнить, когда нам нужно чувствовать себя сильными. Социальный интерес помогает нам чувствовать себя сильными и иметь мужество, иметь отвагу. Другой вопрос. Почему сосредоточение внимания на наши внутренние равные ценности, как человека, помогает нам справляться с проблемами и препятствиями? Люди часто не думают об этих терминах. Мы напоминаем себе, что мы действительно принадлежим и имеем равную ценность с другими людьми, и мы не должны обращать внимание на внешние сигналы, есть ли у меня больше денег, или мои дети выглядят лучше, чем дети других людей. Если мы рассуждаем таким образом, мы забудем о социальном равенстве и о том, что мы равноценны. Сейчас, и особенно в Соединенных Штатах, мы должны напомнить себе, что расизм и астракизм по отношению к другим группам являются способом минимизации социального равенства. Нам нужно помнить, что каждый из нас принадлежит человечеству так же, как и другие люди, и мы должны помогать друг другу на равных. Мы должны так же напоминать себе не жалеть себя, а относиться к себе с достоинством и чувством собственного, с достоинством. Многие из нас этого не делают. Мы злимся, обижаемся на себя и других людей, потому что мы забываем о социальном равенстве. Когда мы забываем о социальном равенстве, мы набрасываемся с гневом и намерением причинить боль другим и набрасываемся на других людей. Мы не должны участвовать в действиях, которые причиняют нам вред. Мы относимся к себе и другим с достоинством и уважением. Мы должны верить в нашу собственную человеческую ценность и в ценность других, в ценность всего человечества. Это помогает нам стать сильнее и смелее. Мы уверены в нашей человеческой ценности, и мы относимся к другим как к ценным, равноценным людям. Как я писала в одной из своих статей, внедрение идеи о том, что мы уступаем, а не равны в ценности другим людям, контрпродуктивно для роста силы характера и роста способности справляться с проблемами. Таким образом, мы усиливаем, а не ослабляем человеческие связи именно тогда, когда укрепление человеческих связей наиболее необходимо. Чрезмерное размышление о том, что мы уступаем в ценности другим людям, что мы не равны в ценности, противоречит тому, что у нас есть силы справляться с трудностями. Мы должны чувствовать равную ценность другими, даже когда отсутствуют обычные внешние сигналы, на которые в большей части нашей жизни мы полагались, чтобы помочь нам почувствовать равную ценность. Если потворство себе и суетливые действия помогли нам в прошлом чувствовать себя равным, а сейчас этого не хватает, мы недостаточно подготовлены, чтобы чувствовать равную принадлежность, тогда, когда не хватает этих внешних сигналов. Если чувство равной ценности является частью нашего внутреннего гидра убеждений, мы не прибегаем к чувству меньшей ценности, когда исчезают внешние сигналы. Внешние сигналы явно приятны, но вопрос в том, нужны ли они для того, чтобы мы чувствовали равную ценность с другими людьми. Как только мы убеждены в нашей ценности, в том, что наши ценности, равноценности других людей, нам более не нужны внешние сигналы, чтобы убедить нас в этой равноценности. Концепция социального равенства, которую отстаивали Адлер и Дрейкерс, дает нам уверенность в чувстве принадлежности, в чувстве сопричастности. У нас нет необходимости создавать внутренние условия, которые должны быть выполнены, чтобы чувствовать свою сопричастность к человечеству. По мнению Адлера и Дрейкерса, это не то, как мы хотим жить. Если мы знаем, что принадлежим, нам не нужны внешние сигналы, чтобы заставить нас поверить, что мы принадлежим человечеству. Поскольку мы знаем, что мы принадлежим человечеству по своей природе, без каких-либо условий мы вносим свой вклад в наше человеческое сообщество намного лучше. Жалость к себе – это роскошь, которую мы не можем себе позволить. Некоторые из нас не знают, что мы принадлежим, не чувствуют это чувство принадлежности, того, что мы являемся частью чего-то другого, чего-то большего. Мы устанавливаем условия, которые должны выполняться, чтобы наше чувство принадлежности состоялось. Это накладывает обязанности на других. Мы можем думать или говорить, «Вы должны относиться ко мне таким или иным образом», или, если нет, «Вы будете ответственны за мои чувства несопричастности, и я имею право относиться к вам плохо». Такое убеждение и такое поведение противоречат сотрудничеству, социальному интересу и ослабляют нашу смелость. Если мы ставим такого рода условия, мы грабим себя и других. Мы говорим миру, «Только в этих условиях у меня будет мужество, и таким образом мы наносим себе вред». Нам нужно мужество, нам нужна отвага во все времена, чтобы хорошо и эффективно функционировать. С мужеством приходит способность понимать потребности ситуации и фокусироваться на внешних потребностях, а не на наши собственные уязвимости. Мы сталкиваемся с нашими трудностями, используя лучшие из наших талантов и мужество, которое у нас есть. Смелость, отвага позволяют нам преодолевать испытания, используя лучшие из наших талантов. И у нас больше всего смелости именно тогда, когда мы чувствуем себя причастными, сопричастными. Это чувство принадлежности мы должны иметь внутри себя, а не потому, что внешние события означают это чувство принадлежности. Как пандемия ослабляет наши чувства причастности, сопричастности? Многие из нас процветают в близких отношениях с другими. Наши друзья, близкие дают нам ощущение, что мы важны и ценны. Открытая привязанность другого человека дает нам уверенность в том, что мы ценны. Но мы не должны использовать это как критерий принадлежности к обществу, человечеству. В условиях пандемии, когда нашим близким друзьям нужно быть на расстоянии, а теплых поддерживающих коллег может не быть рядом, нам нужно проявлять творческий подход. Особенно это важно в работе с детьми, для которых физическое отстранение и изоляция противоречат эволюционным потребностям, поскольку социальные животные всех видов в детстве требуют особо тесных отношений со сверстниками. Как дети могут выйти из этой пандемии без серьезных шрамов? Родители, которые помогают детям общаться со своими друзьями через виртуальный контакт, помогают и детям приобрести новые навыки общения со сверстниками. Кроме того, длительные прогулки или велосипедные прогулки с друзьями могут быть безопасными для детей, и дети будут испытывать чувство связности. Можно объяснить ребенку, что скучать по друзьям, естественно. Дети должны учиться жить с разочарованиями, и родители должны помочь им в этом. Чем больше родитель помогает ребенку проявлять творческий подход в поиске путей избавления от одиночества от пандемии, помогать ребенку понять, что чрезвычайные ситуации неизбежны в жизни, тем лучше ребенок будет чувствовать, что он может справиться с трудностями в жизни. Цель состоит в том, чтобы помочь ребенку почувствовать, что он может справиться с трудностями, но не жалеть ребенка. Дети, которые растут без проблем, пропускают важные образовательные возможности. Каждый ребенок в определенном возрасте сталкивается с разочарованиями, и родители могут помочь ему с симпатией, а не с симпатией или простым сочувствием. Дети должны испытывать трудности, чтобы учиться на этих трудностях. Родители могут поделиться историями собственных разочарований, разумеется, не проповедуя в своей жизни, когда они были детьми, что может принести новую возможность связи между родителями и ребенком. Многие родители считают, что единственный способ воспитания детей – это наставлять, проповедовать. Но такое воспитание устанавливает для ребенка роли низшего уровня, без ощущения радостного. Истории, рассказанные родителями, могут позволить ребенку признать равенство ценностей с родителями и обрести новую с ними связь. Все мы можем видеть новые способы решения новых проблем. И мы все можем стать мудрее, сильнее и способнее для решения новых задач. Сейчас настало время вызвать к нашему творческому началу, найти других и помочь другим, тем, кто чувствует себя одинокими, отработать навыки, которые мы когда-то оставили, но забыли из-за нехватки времени, и положиться на наши счастливые воспоминания, чтобы подводить себя и других, тогда, когда мы или другие чувствуем себя изолированными. Теперь мы можем найти новое решение вместо того, чтобы жалеть себя и чувствовать себя несчастным. Виртуальный Икаси сам по себе является творческим актом, за что многие из нас могут поблагодарить творческого лидера, который преподает творческие процессы в летней школе Икаси. Это был творческий акт, помогший нам преодолеть некоторые из наших трудностей, но не жалеть себя, а найти решение. С пожеланиями отваги, смелости, хорошего здоровья всем, кто уже имеет опыт и знания в атлерианской психологии, а также всем, кто новичок в этом. Я хочу, чтобы все вы чувствовали себя причастными к общим усилиям преодоления пандемии и любых других жизненных проблем. Используйте атлерианскую психологию, чтобы напомнить себе, что вы принадлежите человечеству, что вы часть общества, что у вас есть смелость, что вы можете справиться и что вы можете способствовать благополучию других людей. С этой надеждой я заканчиваю эту презентацию. Пожалуйста, примите мое виртуальное объятие, которое я посылаю каждому из вас. Продолжайте укреплять себя. Используйте свои силы во благо. Мир нуждается в вас. Спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok